Добрый вечер! В эфире итоговый выпуск программы «Бугинформ» в студии Виктория Саченко. Как всегда, в субботу мы напомним о самых главных моментах недели ушедшей, расскажем и о новых событиях, не менее важных и интересных. Коротко о главном. Какой будет новая Березовка и в чем заключается ее альтернативность от уже существующих микрорайонов? В Бресте реализуется первый в Беларуси проект, в котором архитекторы Института Белни и градостроительства показали новый подход при проектировании и строительстве жилых районов. Новые покорители вершины Ленинского Олимпа в администрации Ленинского района областного центра подвели итоги работы предприятий в году ушедшим, победителям все лавры и признание заслуг. 30 музыкальных номеров, заряженных детским смехом, добром и позитивом. В 19-й раз в истории города Бреста отзвучали аккорды финала конкурса детского творчества «Золотой петушок». Об этих и других событиях прямо сейчас. Новый подход в проектирование жилой среды будет применен в Бресте. В качестве экспериментальной площадки территория микрорайона «Березовка». На этой неделе детальный план застройки пустующего долгие годы массива в границах улиц Радужная Красногвардейская шоссейная появился в инфоцентре Брестского горесполкома. В течение месяца общественность города может принять участие в обсуждении нового градостроительного плана. Первые комментарии и мнения уже появились. В них граждане проект одобряют, однако откровенно называют его фантастикой, которая на деле превратится в очередной безликий район многоэтажек. Более того, многие брещане не до конца понимают общую концепцию жилой застройки. Какой будет новая «Березовка» и в чем заключается ее альтернативность от уже существующих микрорайонов? За ответами на эти и другие вопросы наши корреспонденты отправились к главному архитектору города Николаю Власюку. Детальный план застройки микрорайона «Березовка» – первый в Беларуси проект, в котором архитекторы Института Белнии градостроительства показали новый подход при проектировании и строительстве жилых районов. Кроме чертежей, разработчики создали эскиз застройки, используя компьютерную графику. Такая визуализация позволяет как потенциальным инвесторам, так и простым гражданам увидеть и понять, как новый район будет выглядеть в реальности. Судя по первым отзывам в интернете, идея архитекторов горожанам нравится. Однако многие сошлись во мнении, что на деле красивая картинка превратится в неуютный район с высотками советского типа без должного благоустройства. Эти высотки уже и надоели, особенно нам возраст такой старческий, конечно, да. Я сама живу в одноэтажном доме и вполне устраивает. Многоэтажки как бы так, ну, загромождают сильно. Может быть, что-то пониже, что-то поменьше. Все же, как бы, в Европе, она как бы, в Европе все дома не такие, как бы, ну, высотные, как у нас. Те жилые районы, которые сегодня строятся, это как бы, ну, такая инерционная составляющая еще с советского времени, когда были совершенно, ну, другие требования к качеству жилой среды, к застройке. То есть мы решили в этом проекте, это такой пилотный проект, поменять подход к проектированию жилой среды. Здесь предлагается более масштабная этажность, в среднем пять этажей, более комфортная среда. Здесь предлагаются дворовые пространства, так называемые кондоминиумы, где внутри дворов не будет транспорта. Это будет дворовая площадка, детская площадка, спортивная площадка. Это одно из отличий от привычных нам спальных районов, где недостаток в элементарных местах отдыха. В зеленых зонах, а также в должном уровне благоустройства, приводит к тому, что люди редко видят своих соседей и зачастую их не знают. А многоэтажки выполняют монофункцию, известную по выражению «дом-работа-дом». Отсюда увеличивается так называемое «маятниковое движение», а вместе с ним – нагрузка на транспортные артерии города. Идея этого района – максимально попытаться создать, сохранить имеющиеся рабочие места. В данном районе прилегает промзона, создадутся новые рабочие места в существующих зданиях на первых этажах. Первые этажи будут отданы под объекты соцкульпыта, под магазины, парикмахерские, тренажерные залы и прочее. Идея в том, чтобы часть населения, которое будет жить в этих районах, могли бы здесь и работать. Создать интересную разнообразную среду, которая включает в себя много функций, и тем самым сделать район узнаваемым со своим лицом и архитектурой – вот принципиальные отличия новой концепции от нынешних застроек. За реализацию проекта пристальное внимание со стороны Министерства архитектуры. Общественный центр, поликлиника, школа и детские сады – храм, который, кстати, может оказаться культурным или образовательным учреждением. И другие объекты. Такова примерная инфраструктура нового района. Большая работа будет проделана и в плане безбарьерной среды. Минимум лестниц и ступеней – пандусы. Здесь у нас и пешеходные бульвары, которые на оси храм, допустим. Может быть, это не храм, а какой-то общественный объект, общественный центр, образовательный, творческий центр, ботанический сад. Это у нас водная артерия, которая предполагается будет здесь, и тоже вдоль нее пешеходные дорожки, связи, велодорожки. Вокруг самих кварталов предполагаются парковки. Сами дворовые пространства без транспорта. И вдоль пешеходных улиц основных будут еще и пристроенные торговые объекты, объекты соцкульт-быта. Новый район расположится между супермаркетом «Европа» по улице Радужной и железнодорогой на шоссейной. Сегодня через данную территорию проходит сеть мелиорационных каналов. Вместо привычной подсыпки болотистой местности авторы проекта решили пойти другим путем, превратив недостаток в преимущество. А именно, объединить каналы в одну внутреннюю водную артерию, которая станет достопримечательностью района. Уже сегодня рассматривается инженерная возможность такого строительства. Проект проходит экспертизу. Сегодня жители Бреста могут принять участие в обсуждении нового проекта, внести свои предложения. Вообще, реализация проекта разбита на три этапа. По предварительным данным, подготовительный этап займет примерно один-два года. Затем начнется строительство нового района. Пока здесь столько поля, однако архитектор надеется, что к тысячелетию города первые жильцы получат здесь свои квартиры. Виктория Драгобецкая, Кирилл Липовик, Дмитрий Хрущ, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. Красив город Брест и делают его таковым брещание. Люди неравнодушные, умеющие работать на благо малой родины. Еще одно подтверждение этому – следующий материал выпуска. В 13-й раз в Бресте подвели итоги эффективности работы предприятий за год ушедший. Ленинский Олимп собрал в зале руководителей и сотрудников ведущих фабрик, заводов и организаций района. О том, кому в этот раз выпала удача стать победителем, а также что нужно для того, чтобы попасть в число лидеров, расскажет Анастасия Ноздрим-Плотницкая. Советское время подарило современной истории много хороших традиций и мероприятий. День труда и праздник женщин, торжество защитников Отечества и любимый многими Новый год. Продолжая сложившуюся традицию, администрация Ленинского района города над Бугом проводит праздник «Ленинский Олимп». Каждый год на сцену выходят самые достойные представители производственного сообщества района. Те, кто исправно трудился, наращивая экспорт товаров и услуг, те, кто предлагал и внедрял новые формы и методы работы, те, кто верил в свои силы и не прогадал с выбранным курсом. Этот конкурс 13-й по счету. Цифра 13 такая, правда, мы считаем иногда несчастливая, но она говорит о том, что действительно это мероприятие, оно значимо, оно нужно. И время доказало, что действительно оно подчеркивает, ну, наверное, те вот моменты, те направления, которые мы определяем в течение года. Нужно или нет, без сомнения. Да, времена разные. Иногда бывает с экономической точки зрения может быть полегче, иногда сложнее. Но в любом случае людям нужно говорить спасибо. Коллективам, руководителям говорить спасибо за их работу. Список производственных лидеров 2015-го возглавил Брестский мясокомбинат. Уже не один год это открытое акционерное общество получает заслуженное признание не только со стороны администрации района, но и покупателей. «Мы работаем в будущее, чтобы знать уже сегодня, что будет на вашем столе завтра», – гласит девиз одного из крупнейших предприятий не только района, но и региона в целом. Качественное сырье, современное оборудование и верность традициям – вот слагаемый успех открытого акционерного общества «Брестский мясокомбинат», крупнейшего поставщика колбасных изделий и полуфабрикатов в магазины страны. «Все молодые, энергичные, готовы зарабатывать, увеличивают производительность, поэтому вот как-то так. Ну и второе, конечно, было бы неправильно не отметить руководителя, ведь весь груз, вся ответственность все-таки ложится на него, и от принятия его решений, от стратегии, куда двигаться, если не все зависит, то очень много». Замыкает тройку лидеров еще одно предприятие, с продукцией которого брещане знакомы давно. Глазированные сырки, молочные продукты и вкуснейшее мороженое под маркой Тимоша давно знают далеко за пределами района. Открытое акционерное общество производит порядка сотни наименований продукции, в каждую единицу которого вложено немало сил, энергии и, конечно же, любви. Именно любовь и особенное отношение к своему делу отличает сотрудников этого брестского предприятия. «Я думаю, что мы действительно заслужили это третье место. Будем дальше идти вперед, бороться и за второе, и за первое. Пусть мы и не такое огромное предприятие, но, тем не менее, я думаю, что достойно можем занять и первое, и второе место. К этому будем стремиться и идти вперед». В каждом трудовом коллективе есть люди, влюбленные в свое дело, ответственные, честно выполняющие свой профессиональный долг. Однако конкурс есть конкурс. Здесь всегда есть победители и те, кому чуть-чуть не хватило до этого почетного статуса. В этом и есть суть состязания – сформировать стремление для покорения новых производственных горизонтов. «Мы прекрасно понимаем, что если время с экономической точки зрения не совсем, будем говорить так, стабильное, то успешная работа предприятий в такое время подчеркивает, наверное, эффективность коллектива, креативность подхода к решению тех или иных задач и проблем. Поэтому это важно, и эта идея поддерживается, это мероприятие традиционное, это своеобразный такой бренд Ленинского района. И, наверное, задача администрации, задача власти, чтобы это мероприятие было и оно будет». Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Кирилл Липовик, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. Вы смотрите «Городские новости» на БУК-ТВ. Продолжаем разговор о важном и актуальном. Около 23 лет назад впервые в оборот были выпущены именные приватизационные чеки имущества, а последний такой квиток выдан в 1997-м. Это ценные бумаги, которые свидетельствуют о праве их владельца на долю государственной собственности в процессе приватизации. Но воспользоваться своим правом, то есть обменять чеки, к примеру, на акции предприятия, можно только до тех пор, пока не истек срок их обращения. Последний, к слову, подходил к концу в середине текущего года. Однако, постановлением Совета министров Республики Беларусь дата была перенесена. Подробности в следующем сюжете. Воспользовались своим правом и обменяли чеки имущества на акции предприятий далеко не все белорусы. Сегодня на руках граждан остается около 170 миллионов штук таких ценных бумаг. Согласно постановлению Совета министров, срок их обращения, который должен был окончиться летом 2016-го, продлен еще на три года. Что касается сроков обращения чеков имущества, то этот срок устанавливается Советом министров по согласованию с президентом Республики Беларусь. В настоящее время, постановлением Совета министров от 1 февраля текущего года, номер 79, срок обращения чеков имущества установлен по 30 июня 2019 года. Алгоритм обмена чеков имущества прост. Для этого необходимо обратиться в отделение Беларусьбанка по месту жительства. Но перед обращением специалисты советуют внимательно изучить список предприятий, акции которых можно приобрести, узнать об их финансовом положении. На территории Брещины таких организаций 11 ознакомиться с перечнем можно на сайте Брестского обл. исполкома и Беларусьбанка. Обменять можно как собственные чеки, начисленные в виде личной имущественной квоты, так и полученные в наследство, а также до 250 штук, переоформленных от близких родственников. Для того, чтобы совершить обмен, гражданину нужно предъявить паспорт и сертификат чеков имущества. Очень часто у граждан возникают вопросы, что делать, если сертификат чеков имущества утерян. Здесь я не вижу проблемы. По заявлению гражданина в Беларусьбанке могут выдать дубликат сертификата чеков имущества. Оно осуществляется по письменному заявлению гражданина и взимается определенная плата. И еще несколько моментов, на которые стоит обратить внимание владельцам чеков имущества. Если вы уже обменяли свои бумаги на акции, то обратного хода эта процедура не имеет. Также невозможно произвести обмен чеков имущества, к примеру, на чеки жилье. Погашение таких ценных бумаг, проще говоря, вывод их из оборота, законом также предусмотрено. Однако, возможность выплаты компенсации за неиспользованные чеки может быть реализована только после завершения срока их обращения. То есть, после 30 июня 2019 года. Оснащение общеобразовательных учреждений Брестской области системами видеонаблюдения завершится в 2016 году. Такое мнение высказал начальник управления образования Брестского облсполкома Юрий Просмыцкий, обращаясь к присутствующим во время коллегии, состоявшейся в начале марта в городе Надбугом. Именно в школах и гимназиях сегодня проходят обучения юные брещане, которые в силу неопытности или незнания могут попасть в неприятные ситуации. Конечно же, бдительности педагоги не теряют, однако всегда очень важно быть, что называется, на чеку. О том, насколько оснащены учебные заведения областного центра системами видеофиксации, а также почему такая система охраны актуальна сегодня. Ответы на эти и другие вопросы в сюжете Анастасии Ноздрин-Плотницкой. Одной из насущных задач в современном обществе является обеспечение безопасности. Одновременно с эволюцией технического прогресса, призванного облегчить и упростить жизнь человека, совершенствуются и преступные махинации. Сегодня инженерами и программистами создано большое количество средств индивидуальной и коллективной защиты. Однако узнать, какое из них будет самым верным в ту или иную минуту, сказать действительно сложно. Однако есть одно важное «но». При разбирательствах очень важны не только свидетельские показания. Особая роль отводится фото- и видеоматериалам, которые являются не просто серьезной уликой, а документальным подтверждением вины подозреваемого. Используются они для помощи в установлении обстоятельств происшествий, в том числе для установления лиц, которые причастны к совершению тех или иных преступных деяний в отношении как собственности, принадлежащей соответствующим организациям, так и в отношении жизни и здоровья граждан. Уже не раз мы убеждались, важно, чтобы на специализированных городских учреждениях находились элементы видеофиксации. Во многом именно они помогали поставить точку в уголовных и административных процессах, определив меру и форму наказаний. А потому камеры видеонаблюдения на учебных заведениях города стали мерой необходимой, в какой-то степени продиктованной временем. Не раз правоохранители обращались за помощью в пункты охран школ и гимназии областного центра. И, как оказывалось, не зря. Свидетельские показания в большинстве случаев берутся в основу принимаемых решений. Они проверяются совокупностью других доказательств. Но вместе с тем человек, свидетель, он не каждый раз может запомнить все обстоятельства, которые имеют значение для того или иного дела. Камеры видеонаблюдения позволяют соответствующий пробел восполнить и наиболее чутко и полно восстановить картину произошедшего. Согласно поручению президента Республики Беларусь от 1 апреля 2015 года, работа по завершению оборудования системами видеонаблюдения должна быть завершена до 31 августа текущего года. Некоторые учреждения приобретали эти приборы фиксации за счет внебюджетных или бюджетных средств. В средней школе номер один они были установлены уже к открытию. К слову, это учебное заведение – одно из самых видеооснащенных. По его периметру и на территории установлено 26 камер. В основном это две цели. Первая цель – это профилактика правонарушений, так как мы все-таки прослеживаем, отслеживаем при помощи камер. Мы можем найти, например, у нас были случаи, когда угнали велосипед, камеры просмотрели, нашли. К нам неоднократно обращались сотрудники внутренних дел. Видеонаблюдение должно стать в некотором роде регулятором для учебных заведений. Обратившись к записи, администрация может проверить, кто из учащихся чаще всего опаздывает и проходят ли в школу или гимназию подозрительные или незнакомые лица. К слову, о последних. Во многом именно благодаря камерам видеофиксации правоохранители смогли раскрыть ряд преступлений в учреждениях по всей стране. Разбирательство с применением физической силы, кражи, распространение спайсов и курительных смесей. Во многих подобных делах именно видеодокументы помогли поставить финальную точку. На данный момент системами видеонаблюдения оборудовано 96,6% школ области, где обучается большое количество детей. Брест в этом смысле не исключение. В Московском отделе образования, спорта и туризма обязательному оборудованию системами видеонаблюдения подлежит 26 объектов. Вообще есть поручение главы государства от 1 апреля 2015 года, которое гласит нам о том, что системами видеонаблюдения должны быть оборудованы учреждения образования до 31 августа 2016 года. На сегодняшний день по нашему отделу образования из 26 объектов, которые должны быть оборудованы системами видеонаблюдения, оборудованы уже 24. На двух объектах ведутся работы, заключены договора. Это гимназия номер 2 города Бреста и средняя школа номер 21 города Бреста. Первоначально, когда у нас была задумка установки систем видеонаблюдения, мы сделали разводку на 8 камер видеонаблюдения и по возможности, начиная от одной камеры, заканчивая на сегодняшний день пока 5 камерами видеонаблюдения, установили в учреждениях образования. Приоритет сделали на вход в учреждения образования. Это тем самым обеспечило пропускной режим, так называемый, для родителей, для посетителей, для гостей. Сегодня камеры видеофиксации, как в учебных заведениях, так и в целом по Бресту, являются не столько способом слежки, как это часто любят подчеркнуть малоосведомленные в этом вопросе люди, сколько своеобразным всевидящим оком, увидев который потенциальный преступник еще раз подумает, прежде чем совершить правонарушение. Продолжаем выпуск. В деле профилактики пожароопасных ситуаций брестские спасатели прибегали к разным формам работы с населением. Учитывали возраст горожан, подбирали индивидуальный подход к разным категориям граждан. Слаженность действий огнеборцев, четко намеченная цель предупредить беду, поспособствовали эффекту профилактических мероприятий. Однако время не стоит на месте, а вместе с ним и спасатели. Брестские огнеборцы решили отойти от традиционных методов работы с детьми, обратились к новому, к современным играм, популярным сегодня комнатам отдыха и развлечений. Одна из таких тематическая открылась в торговом центре «Дионис». Не будем держать интригу, ее раскроет София Бережная. Развлекательные площадки для детей в торговых центрах и супермаркетах уже давно не ноу-хау. Такой вид услуг довольно востребован, что неудивительно. Оставить свое чадо под присмотром, тем более в компании сверстников, избавить от утомительного для детей шопинга. Отличный во всех смыслах выход для взрослых. Учли все нюансы такого времяпрепровождения для маленьких горожан-спасателей. Они презентовали ребятам и их родителям новую и первую в своем роде тематическую познавательную площадку с игровыми элементами «Лабиринт иллюзий». Программа для детей – разработка самих огнеборцев. В нее включены информационно-познавательные и практические части. В первой комнате ребята могут повторить и закрепить знания по противопожарной тематике. За активность и смекалку получить поощрительные призы. Используя момент, лабиринт иллюзий, который посещает много детишек, причем посещают с родителями, вот это очень важный момент, когда находятся мама и папа, или дедушка и бабушка, и находятся дети и внуки. И вот в этой обстановке, в игровой форме, преподнести уроки основ безопасности жизнедеятельности по всем направлениям. И мы считаем, что вот такая форма, она доходчивая, она хорошо запоминаемая, и, конечно, будет действовать только положительно. Проявить знания на практике поможет вторая комната. Когда звонится службу МЧС, как правильно донести детали происшествия. Ребятам предлагается побывать в роли очевидцев импровизированного пожара, а также попробовать себя в качестве самих спасателей. Все, как и полагается настоящему огнеборцу. Пожарная боевка, защитная каска и вперед. К отважному делу – спасению людей. Мы учились пожарной эвакуации и спасали. И пытались спасать людей в доме. А ты попробовал? Я пробовал, конечно. Самое увлекательное было то, что мы лазили и спасали собачку. А что здесь случилось? Пожары. Но она застряла в доме, который горел. Вероятно, не выключили газ. И что вы сделали? Как спасали? Ну, мы залезли в дом и спасли щенка. Потушили пожар? Да. Такие площадки для детей от спасателей в скором времени появятся во многих торговых объектах области. Задача максимум для огнеборцев – охватить как можно больше ребят. Последние десятилетия заметно сокращение пожаров по причине детской шалости. В 2015-м количество таких случаев уменьшилось в половину. Такая статистика – результат активной профилактической работы, констатируют брестские спасатели. А потому не собираются останавливаться в планах привлечения к делу других служб. Как раз сейчас говорили с руководителем этой игровой комнаты. И они приняли нашу идею о том, чтобы создать такие же сюжетные ролевые игры для скорой помощи, для милиции. Они приняли идею и следующий такой проект будет в ВАЛМИ, по крайней мере, как мы уже сейчас договорим, у нас устная есть. Именно со скорой помощью. А дальше – милиция. София Бережная, Дород Букунович, Антон Луговкин, телекомпания «Бук-ТВ». Сегодня в областном центре Брещины в 19-й раз в истории отзвучали аккорды финала конкурса детского творчества «Золотой петушок». В галоконцерте 30 номеров и каждый без исключения заряжен детским смехом, добром и позитивом. Благодаря таким составляющим мероприятия и сами артисты, юные жители города над Бугом получили максимум положительных эмоций и зрители не остались равнодушными. Побывала на концерте и съемочная группа нашего телеканала. Подробности в следующем материале выпуска. Анастасия Стропко продолжит тему. Около 150 брестских школьников один за другим выходили на сцену Дворца культуры профсоюзов в рамках галоконцерта городского конкурса детского творчества «Золотой петушок». Несмотря на юный возраст, артисты выглядели на подмостках очень уверенно и если и волновались, то сумели этого не показать. Только улыбки и позитив должны дарить зрителю выступающие на сцене. Так не по-детски серьезно рассуждают сами молодые таланты. Мне нравится очень петь. Мне хочется получить удовольствие. Как бы так поешь и вот зрителям выдаешь всю свою любовь. То есть мне очень нравится петь. Мы принимаем два раза уже. Второй, первый раз было волнительно, а во второй нам уже не очень страшно. Мы подготовили песню «Я рисую на окне», будем петь ансамбль. Нам учитель говорит выступать только на улыбке, чтобы мы подарили людям улыбки, радость. Концерт поставил яркую точку 19-го городского конкурса «Золотой петушок». Однако творческая деятельность талантливых брещан на этом, скорее всего, не закончится. Их всегда ждут на различных городских и областных мероприятиях. В силах юных танцоров и вокалистов уверены и организаторы. Они отмечают, что с каждым годом растет уровень номеров, а также профессионализм участников и их педагогов. Уровень участника растет. Преподаватели музыкальных дисциплин уже знают критерии, по которым оценивает жюри. Дети все замечательные. И плачут, и смеются, и танцуют, и поют. И я не представляю, как работает жюри. Им очень тяжело. С каждым годом желающих в рамках конкурса себя показать и на других посмотреть становится все больше. И это неудивительно. В областном центре создаются максимально комфортные условия как для основного, так и для дополнительного творческого образования детей и молодежи. Ребятам остается только определиться с направлением и шанс продемонстрировать мастерство не заставит себя долго ждать. Существует много школ с уклонами. Раньше они так правильно назывались с уклонами, а сейчас это факультативы эстетической направленности. Именно в этих условиях детки в режиме нон-стоп переходили от учебных занятий общеобразовательных к учебным занятиям профильного направления эстетического. Занимаются хореографией, музыкой. И городские власти пошли на то, чтобы финансировать эти факультативные занятия. И несмотря на то, что есть трудности на сегодняшний день, эта работа продолжается также эффективно. В общем, работа в этом плане системная ведется со стороны органов управления образованием и города, городской исполнительной власти. А задача наших учреждений, в том числе отдела образования, спорта, туризма, горосполкома, Центр дополнительного образования детей и молодежи, организовать вот такие конкурсы, чтобы дети могли показать результаты своей работы вместе с педагогами. Анастасия Стропко, Кирилл Липовик, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. Вы смотрели итоговую программу Бугинформ и это все то, о чем хотели рассказать вам наши корреспонденты. А я напоминаю, на канале БугТВ работает горячая телефонная линия. Звоните по номеру 20-63-67, делитесь своими проблемами и мы попытаемся найти способ решить их. Если вы не успели посмотреть программу Бугинформ в эфире нашего канала, у вас есть возможность увидеть ее на сайте booktv.by. Познавательные, важные и актуальные темы, просмотр заинтересовавших вас сюжетов, все это вы найдете на сайте нашей телекомпании booktv.by. Далее в программе прогноз погоды на ближайшие дни. Я, Виктория Саченко, с вами прощаюсь. Хороших вам выходных дней с добрыми новостями и до встречи в эфире. В воскресенье 13 марта Беларусь будет находиться на юго-восточной периферии скандинавского антициклона. Он и окажет влияние на погоду в областном центре. Будет пасмурно, в течение ночи пройдут осадки, кратковременный дождь и снег. Утром туман, на отдельных участках дорог гололедится. Температура воздуха в течение суток будет колебаться в пределах 2-4 градусов со знаком плюс. На погоду первого дня новой рабочей недели продолжит влиять скандинавский антициклон. Понедельник будет отмечен сплошной облачностью и умеренным ветром переменных направлений. Ночью температура воздуха составит 0,2 градуса, до 3 прогреется воздух днем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова